все всем привет мы в прямом эфире и сегодня у нас встреча состоится с моими адвокатами ольгой аня и никой давайте мы сейчас их пригласим к нам студия делайте мне запрос делала аня сделала запрос и окей и ольги сделала запрос так давайте теперь может вы мне сделайте это сташкин да всем привет привет я кстати забыла что у нас же время я думала время как в майами поэтому сказала 8 часов оказывается здесь вот 10 утра давайте ждем подключаемся звука нет посмотрите напишите звук есть или нет как поселиться меня хорошо слышно девушка с вами но это другой лет это другой лет да но тоже а вот нет это не тот же плюс еще раз давайте пригласить ага все вижу принять так все и звук есть ага вот только теперь мы ждем нику они по-моему нету нику теперь мы должны она теперь как-то у нас а вот они здесь они должны давайте а внизу есть камера с плюсиком вот на нее нажимай не может почему-то присоединиться сейчас я попробую а не отправить эфир так аня загляни в месседжер в директ нет она так не сможет вот еще раз давайте а подождите все они здесь она должна это пригласить принять приглашение а вот ника и вот аню теперь нам надо а я видела что они присоединилась она должна может запрос отправить или как я приглашаю одну еще раз она должна теперь принять вот у нас появляется четвертый четвертый окошко аня мы видим твой стол ника висит никуль от висит ну кто будет кто будет зависать можно выходить и заново тогда подключаться да да у нас кабинет сейчас да да сейчас например ну что ж мы начнем потому что у нас час эфира нам надо уложиться попробовать сейчас посмотрю где ника эти паза еще раз сделаю я чтоб она уж так адвокат вот так все же ну все же он у нас собирается 605 человек уже ага все ну все давай поздравляю я вас наконец с какой-то такой победой да но все равно с победой потому что нам мы я его сказать и знаю что мы я уже сказала суммы не играют значение главное поставить жирную точку чтобы все на это мы освободились от этих элементов и нападок но конечно наверное у вас так как в театре побывали дамы как цирке первый раз у нас такое заседание было нет у нас у нас василием в обнинске уже был точно вы же были в обнинске с васей да ну что же нас ника подвисает как же они подвисает а кто был в обнинске у нас тогда андрей да там с андреем был вопрос сначала оля да с никой были в обнинском суде да да там решался вопрос в отношении андрея но собственно говоря знакомство с представителем той страны вот лично у меня состоялась в обнинском суде вот да собственно ряд ходатайств я для себя поняла которые оказывается можно заявлять но добавила в свое так сказать не расширил свой кругозор ольда ходатайство есть такое оказывается об отводе представителя в нас не 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 но мы сразу давай отметим что нет такого ходатайства это беспрецедентно заявил представитель той стороны и было отвергнуто ну естественно потому что у нас никто не может лишен быть возможности представлять свои интересы в суде и участие представителей это безусловное право доверителя безусловное право стороны есть институт отвода судье когда есть предвзятое отношение со стороны судьи но все юристы знают о том что отвод представителю это а расскажите всех интересует вопрос во первых два вопроса интересует почему снизили алименты и почему на андрея не назначили потому что все думают что они сами отказались от андрея мне даже забавно о том что так думают потому что результивная часть решения которую озвучил суд звучало так а отменить решение суда только обнинское которое на самом деле по факту было отменено еще осенью прошлой когда суд перешел к рассмотрению по первой инстанции потому что нельзя пересматривать то решение которое еще не отменено установить такой-то размер и отказать в иске малькова романа александровича во встречном иске о взыскании алиментов для того чтобы отказаться от иска нужно встать и заявить ходатайство либо направить его об отказе от иска и в этом случае обратиться повторно с этим иском будет нельзя но нет этого не было сделано и решение выносилось и в отношении наших требований ваших и в отношении встречных требований о взыскании алиментов на андрея хочу по этой нику все-таки как-то направлять и получается что они на суде на самом говорили такое что мы отказываемся от элементов на андрея или они боролись нет конечно они не отказывались от этих требований отказаться от них невозможно незаметно ну да ну а как они они планируют как они пытались на андрея сыскать алименты василий да конечно конечно он же поддерживал свои исковые требования ему его спрашивают вы поддерживаете свои исковые требования да поддерживаю теперь у нас сами да поддерживаю и там звучало такое что вследствие того что он платит столь высокие алименты тем детям у него практически не остается на содержание вот этого сына ну в свете всего того что там говорилось о бедственном положении папы детей это все да да говорилось а как же там они же говорят кричат везде что он такой бизнесмен крутой что у них там помните мы говорили о том что по хорошему надо бы фрагмент телепередачи описать у нотариуса но это крайне дорогая услуга эта услуга бы стоила если бы даже описали эти полминуты или там 30 секунд сколько роман говорит я думаю это стоило бы тысяч двадцать тридцать ну вот поэтому мы поехали просто с сохраненным этим эфиром и описали ссылку на него сделали буквально расшифровали показали скопировали адрес этой телепередачи с официального сайта телеканала судьи сказали что нет такого процессуального действия как осмотр хотя на самом деле есть ну то есть в москве бы мы показали но в каждом регионе видимо свои все таки монастырские уставы ясно я бы еще хотела добавить такой момент что мы собственно говоря просили заслушать то что говорит сам роман в отношении своего своей работы своего бизнеса но вместе с тем представители противоположной стороны категорически возражали против этого то есть они сами кто возражал у нас только был кто Василий и свекровь да в качестве допущенных социально представителей допустили только его поскольку участие в суде да необходимо было представить документ о высшем юридическом образовании соответственно которым располагал как позавис так сейчас подися кто такое да света и почему-то никак не придет ника к нам где ника да что-то не появляется а я отправили а я вас слышно хорошо нет я отправляю все я я отвисла я отвисла да все вас слышно хорошо я не поняла то есть свекровь вообще не пустили внутрь пустили она сидела за одним столом да у нее не было права выступать а то есть она не было права ничего озвучивать да а с какой целью она туда поехала я не понимаю но поскольку не было сказано ни слова мы так и не узнали цели но по всей видимости она ехала с целью представлять интересы романа потому что паспорт и доверенность она передала судьям для того чтобы переписали данные я не понимаю что она хотела ну что она хотела вероятно говорить что-то в поддержку того что надо снизить алименты в поддержку того как хорош ее сын и как плоха мать детей я так думаю с какой целью еще что еще она могла бы сказать но на самом деле нас всех удивило почему ей ее родственник юрист не сказал что без диплома нет смысла ехать в апелляцию с доверенностью вы можете посидеть послушать как слушатель все как любой человек может зайти но не пытаться не надеяться на то что вам дадут слово даже с доверенностью потому что в апелляции помимо доверенности представителю нужен диплом юридический а когда снизили алименты как свекровь отреагировала счастливая выбежала вы знаете я не видела ее в этот момент мы внимательно слушали мне было важно услышать резолютивку Ань ты не видела счастливая она была или нет вы знаете она настолько как сказать активно наблюдала за нами весь процесс практически сверлил нас глазами что я просто постаралась уже через какое-то время просто не смотреть в ту сторону потому что это было ну не очень приятно ну вот так чисто по-человечески да вот она настолько как-то не по-доброму так скажем ну у нее не было оснований по-доброму но не по-хорошему в общем она смотрела на нас что я подумала что ладно не буду наблюдать за реакцией в конце концов процессуальное решение мы получили и резолютивную часть мы услышали и на этом все так мне вот еще интересует вопрос и всех интересуют вопросы ну тоже опять же два по поводу Америки что там я же говорил по поводу Америки по поводу моего замужества очень смешно по поводу моего замужества было действительно очень смешно сейчас я попробую еще раз Ники отправить эфир она пишет я видела меня спросите а да сейчас я тоже попробую а Владимир на стадии ходатайств очень многословно просил приобщиться к материалам дела вот эту неопрятную кипу бумажек таких мятых с комиксами на обратной стороне он это называл прошу приобщить документы документами ура давайте Ника расскажет пока она не пропала опять а потом мы вернемся к это к замужеству Ника скажи про свекровь как она отреагировала звука нет у меня не слышно а слышу слышу давайте я выйду покажу я на вас смотрю вы хорошо звучите у вас ничего не не сбивается и все нормально не слышно у нас у нас ты висишь ага вышло ну ладно про замужество продолжаем ну когда Василий девочки давайте попробуем давайте я попробую выйти а Нику вернем попробуем да вот такое сделать я попробую выйти я попробую выйти ну да давайте про замужество все уже ждут что-то сейчас я Нике еще раз тогда отправляю эфир а вот я отсюда смотрю на Вас ну давайте знаете как мы сейчас про замужество расскажем а потом вернемся к свекрови да ну то есть вот это типа документов типа бумаг которую наш оппонент называл документами на самом деле надо понимать что распечатки из интернета они могут оценочно как-то повлиять на суда но они не являются документами это не документы какой же это документ когда ты распечатываешь из желтой прессы какую-то там ерунду из интернета и вот он трясет этими бумагами что-то раскладывают судьи пытаются что это с какой целью вы пытаетесь это приобщить он вот так многословно о том что вот она вот не такая уж и бедная вот день рождения она справляла в Париже в Венеции у нее была фотосессия что-то там еще типа того и вот теперь она уехала в Америку говорят собирается замуж всего лишь через год после развода мы захохотали не удержались но я потом обратила внимание суда обратите пожалуйста внимание у нашего оппонента свидетельство о расположении брака а ровно через неделю заключен новый брак это к вопросу о том кто очень быстро создал новую семью себе нашел новую пару ну то есть суть того с какой целью пыталась пыталась приобщить пыталась та страна приобщить вот эти бумаги мы в общем то не поняли потому что благосостояние матери не влияет на обязанность отца платить алименты даже если показали бы ваш высокий уровень жизни дохода это не влияет на то что отец обязан содержать своих детей и как отреагировал судья на это вы знаете судьи реагировали очень корректно мы не первый раз это замечаем такого терпения в Москву мы не видели чтобы судьи 20 минут разбирались с бумажками с удивлением смотрели и пытались понять а надо ли им это приобщать мы такого не видели в Москве я думаю есть ряд судей у которых эти бумажки полетели бы по залу в того человека который это предоставил в этот раз Василия не пытались выгнать из заседания как в тот раз ему когда-то пытались но в тот раз ему сказали а удалят сейчас его удалят или как там когда он там перепевал ну когда у нас на диктофоне записано как его пытались удалить в этот раз такого не было да? нет нет не было и судьи были очень корректные в общем удивительно чтобы процесс в апелляции длился два с половиной часа мы все такого еще не видели а как как вы отвоевали эти алименты чтобы не платить на Андрея что главное было? вы знаете что было здесь главное значит когда мы получили в ноябре в заседании вот это встречное исковое заявление я по этому поводу удивилась сразу очень потому что у нас есть пункт 3 статьи 83 семейного кодекса где прям русским по белому написано что в случае если с каждым из родителей остаются дети алименты платят в твердой сумме более обеспеченные за родителей я пыталась обратить внимание суда на это они говорят ну мы сейчас это принимаем к производству а потом уже будем рассматривать хорошо будем рассматривать потом в рамках подготовки к суду мы с девочками это обсуждаем я говорю ну вот же вот в такой-то статье так-то написано они говорят вот здесь вот не следует однозначно что алименты платит только один из родителей хорошо не следует однозначно я начинаю искать судебную практику и я не скажу практику одного суда другого суда третьего четвертого четко четко сказано что это исключительный случай при котором алименты взыскиваются только с одного из родителей с более обеспеченного в пользу менее обеспеченного и там четко написано что если у обоих родителей примерно одинаковый уровень обеспеченности то алименты взыскиваются в пользу того с кем проживают дети. Короче, получается, они сами же себе и навредили. У них была цель забрать Андрея, чтобы еще и с меня сыскать алименты, а тут, получается, они и тут ошиблись, да? Да. И меня удивило, почему это... То есть, вот, Свет, у меня это знало, наверное, минут 10, найти всю эту судебную практику. Почему не читнуть это, прежде чем писать такую чушь, подавать ее в суд и позориться, мне не очень понятно. И знаете, что я в ближайшие дни напишу пост, где я сделаю ссылки на эти документы, чтобы людям в такой же ситуации было чем руководствоваться. И на что я обратила внимание, вся практика, которую я нашла, это практика таких же апелляционных инстанций региональных судов, как был Калужский областной суд, также это был Воронежский, Новгородский, Саратовский, Пермский Краевой. То есть, вот, что было трудного это найти и не идти, позориться, я не поняла. Также кто-то задавал вопрос, ну, есть же еще 30 дней на обжалование. Нет, 30 дней на обжалование. Это же уже была апелляция. Это решение вступило в силу позавчера. А еще волнует вопрос, я должна вернуть еще те разницу, ту, которая у нас была за те годы? Нет, нет. А то ведь Макеева там писала, мы сейчас понизим, ты еще-то и должна будешь вернуть. Какая чушь? Нет. Дочка адвоката, говорит. Во-первых, сейчас, Света, вы зависли, сейчас. Четко прозвучало, что алименты взыскиваются с 18 марта в новом размере. А почему еще важно было, Свет, отстоять вашу пользу, чтобы вы не платили алименты за Андрея? А если помните, в их книге было указано взыскать алименты с какого-то там апреля 25... Да. Сейчас. Да-да-да, слышу совершенно. Они рассчитывали на то, что, конечно же, если бы сейчас с вас взыскали 16 тысяч за целый год, это была бы очень внушительная сумма. Но я вообще удивлена. Ну, во-первых, алименты, в принципе-то, взыскиваются с даты подачи иска. А чтобы взыскать задним числом, но также точно, четко нам указывает, есть пленум Верховного суда по алиментам, который указывает, чтобы взыскать алименты за прошедший период, необходимо предоставить доказательства, что ты пытался получить эти документы. Письма, телеграммы, подачу заявления в суд о выдаче судебного приказа и так далее. То есть на каком основании можно было вообще рассчитывать юристу и не постыдиться писать это в иске, взыскать алименты с апреля прошлого года, ну, непонятно. То есть это все открытая информация, это не какой-то тайм-нет. Я думаю... Секундочку. Это наш контракт. Если бы он принят либо с переводчиком, либо он там, а, тебе поможет. И вот здесь дату вашего приезда. Угу. Ой, я понимаю. Да, и что вы еще не понятно, хотела что-то спросить? Ну, про то, что... А, мне кажется, Рома вообще ничего не делает. Да, мне кажется, Рома там вообще ничего не делает, потому что все делают с него. Ну, он выдал доверенность, и все, что там делается, делается его представителем по доверенности. Да. Он выдал доверенность на маму, вот, в которую она приехала в заседание позавчера, выдал доверенность на Василия. Вот. А пытались они, Василий и Василий пытались, какую сумму, на какую сумму они шли, хотели алименты на какую сумму? Первоначально в эпилепленной жалобе они указали половину от дохода Романа, а потом, когда они прочитали наш отзыв на ИК, где мы указываем, что когда с каждым из родителей живут дети, в принципе, алименты взыскиваются только в твердой сумме. И он без письменных уточнений просто уже в суде стал говорить, нет, пусть это будет один прожиточный минимум, 12 тысяч. Вот. То есть это уже звучало в заседании, как-то там так говорилось, что поскольку сумма столь велика, что не хватает ему на содержание сына, то вот просим, да, по 12, ну вот, по прожиточному минимуму в Калужской области. Ну ему отказали, да. Ну взыскали, соответственно, 1,3, то есть вот эти 15,700. Взыска на 15,700. В общем-то, все задают вопрос, на каком основании. Ну, во-первых, мы прочитаем еще мотивировку решения суда. А основание, как мне кажется, помните, с чего мы начинали? С того, что отстоять эти 17, это уже здесь программа максимум. Максимум. Да. А 25 мы указывали поскольку, поскольку вот Ксения, по-моему, ваш предыдущий, да, адвокат указывала 25. Александра. Александра, да? Да. И приложения были в деле, объясняющие эту сумму. Ну и мы, соответственно, на этом основывались. Ну, конечно, лучше всегда попросить с запасом, чтобы было куда отступать. Вот поэтому, в общем-то, а почему вы пишете, кстати, что на 1600 уменьшено, не на 1300? А было 17,200, по-моему? 17,200. Все, поняла. А сейчас 7,300. А сколько получается? 15,640, по-моему, что-то типа того. Или 15,670. Ну, неважно. Суть в том, что с каждого ребенка урезали. Да, да. И радуются. Да. Победа. Наверное. Ну, 16-то на Андрея они не получили, хотя рассчитывали, не читая закон. Вот. Ну, конечно, да, совершенно забавно было, когда было заявлено об отводе меня. То есть вот эти вот... А, кстати, да, вот этот момент, мы не поняли. А это не предусмотрено законом. Не предусмотрено законом заявить отвод представителю. А я что-то вот этот момент пропустила. А кто решила? Что за отвод? А Василий заявил на стадии ходатайств. Просим заявить отвод представителю нашего оппонента Синельниковой в связи с тем, что... Ну, я готова это зачитать. А это в самом начале? Это перед заседанием было? В самом начале? Это самое начало заседания на стадии ходатайств. Вот. Это ходатайство об отводе представителя. Юрист Синельников. То есть начался, вот начался процесс, начался, и он начал вот с этого, да? Судьи спрашивают, есть ли у сторон ходатайства. А, вот так сказать. Это самая первая стадия стадии ходатайств. Не самая первая, одна из первых. Ага. Так. И вот он заявляет ходатайство, где запутывает. Перед участием в процессе характеризует себя. Теперь давайте мое любимое. Фу, какая ты агрессивная. Обожаю этот комплимент. Да, у меня было это в посте в августовском. Применяет лексику, что отличает нормальных людей от паскуд. Не стесняется в выражениях. Законную супругу называет сожительницей. Детей, на которых суд рассматривает алименты, ассоциирует с котиками. А также призывает общественность собирать порочащую информацию на законную супругу мальчова Р.А. С кем ребенок будет жить в отцовской квартире? Каков материнский опыт его сожительницы? Никакого. Пусть тренируется на кошках. Но согласитесь, то, что смешно звучит в моих постах, там жутко звучит в ходатайстве, которое человек на полном серьезе озвучивает в заседании, в апелляции. Ладно бы это еще у мирового судьи прозвучало бы. Ой, смотрите. Призывает к войне. Сейчас. Вы слышите меня, Света? Да, да, слышу. Вы висите сейчас. Ага, ну я слышу. А, призывает к войне. Квапит тут про безнравственность. На войне воюют. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут что-то... Разделяет обязанности в семьях сторон. Теперь она, она, это вы, с детьми и без элементов. А там еще про президента. Некоественные выражения. Ой, да. Переходят с оскорблений на прямые угрозы. Про президента это было там, где он приобщал зачем-то вот эти все, ну, все вот эти бумаги, что вы называете войной спецоперацию и оскорбляете президента. А это президента. Света, с какой целью? Это говорилось? Не спрашивайте. Это к элементам имеет какой-то... Ну и что, судья не спросил? Хаджан Асреддин говорил. Что-что? Судья не спросил, какое-то имеет отношение к элементам. Какое это отношение имеет к элементам? Судья не спросил? Судьи терпеливо послушали, а потом очень так же корректно сказали, что, поскольку это не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, мы отклоняем это ходатайство. Я таких золотых судей, бриллиантовых, еще просто не видела, как в этом Калужском областном суде. Надо, зря мы туда не взяли камеру. Вот, а кстати, по поводу изменений... Ну, нельзя. В общем-то, вы знаете, аудиопротокол ведется, его можно запросить. То есть, разумеется, что вся чушь там не будет записана, ну, нет, в письменном протоколе, а в аудио будет. В аудиопротоколе будет. Сейчас у вас отвиснет. Меня спрашивают, вы что там, правда извинялись перед ним? Какой бред. Я же сказала, я же публично извинилась перед романом. Помните, я однажды написала или сказала в эфире, что если роман действительно подарит вам свою долю, я буду первая, кто перед ним извинится за свои посты. Вот у меня были такие фразы. А он решил, что в моем посте, где я говорю, что я бы Роману откусила голову, я таким отцам, как он, откусываю голову, Василий Васильевич почему-то решил, что это я про него пишу. Какое он вообще отношение к этой теме имеет, к произошедшей ситуации. Вот почему-то, а ну вот и по этому поводу он так эмоционально пишет, что переходит с откорблений на прямые угрозы с ужасающими подробностями, которые я воспринимаю реально. Я со смехом откусываю голову. То есть он это воспринимает реально. Лично мне угрожает кровавый расправой и членовредительства. И это он зачитал сам от судьбы? Это он сам судьям стоит и читает? Да. Да, да. То есть в Москве бы, конечно, прервали бы на втором абзаце. Сказали бы вообще, это к чему сейчас мужчина? Ну вот там терпеливо выслушали и сказали, что поскольку не подошли, вот прям отвод свидетель, ой, не отвод свидетель, отвод... Да, но они были корректные. Ну, наверное, судьи все-таки много чего повидали за свою практику, поэтому им было, наверное, менее смешно, чем нам. Все-таки у них практика гораздо больше, чем у нас. Вот. Смотрите, у вас многие спрашивают с чего кто в театре этого суда. Вам слышно меня сейчас? Да, если висим, мы все равно слышим, так что продолжайте. Света висит. Как ни странно... Но все равно я слышу... Как ни странно, заблоченный... Заблоченный инстаграм, как ни странно, у меня работает лучше, да? Смотрите, значит, сегодня вот вам написала женщина, да, так кто инициатор этого суда? Давайте я поясню, что инициатор процесса взыскания алиментов естественных света, мамы детей. Но когда в прошлом году, в июле, были взысканы алименты, те самые 17 тысяч на каждого ребенка, Роман пошел обжаловать, потому что 51 тысяча на троих детей всего лишь 51, но это просто колоссально большие деньги, конечно, надо идти эту сумму снижать. И, кстати, я просто не понимаю, как это так столько раз звучит, вот где-то у нас с вами в комментариях, что Роман переплатил алименты на Андрея, кстати, Василий и это говорил в заседании. И это пришлось сказать, что да какие же алименты на Андрея, если у нас в решении суда четко сказано, что алименты на троих детей, и у нас же при себе и там в деле есть ваше уточнение к иску, где вы пишете уже алименты, просите взыскать на троих детей. Это уже было в июле после переезда Андрея. То есть вы максимально порядочно себя вели, и откуда здесь можно вообще взять эту информацию, что все эти месяцы переплачены алименты на Андрея. Но это какую богатую фантазию надо иметь, и зачем, самое главное, если документы это опровергают. Вот что непонятно. Зачем эти сказки? Да, конечно. Ну и соответственно, да, то есть Роман подал апелляцию на решение. Два часа, да, длилось? Два с половиной часа это длилось, потому... Два с половиной. То есть мы вышли оттуда в половине пятого, в два часа было назначено. Так, кто подвисает? Пишут нам, что подвисаем. Наверное, Света подвисает, потому что я вижу, что Света виснет немножко. Ну лишите Василия. Надо осваивать эфиры в контакте. А, кстати, ну это, да, может быть и надо было. У него есть юридический диплом. Что? Что? А, в контакте? Да. Звук видимо. У Василия Васильевича есть юридический диплом. То есть он имеет право быть предполитым судья апелляционной инстанции. Что? Дальше. Еще раз скажите, Света, не слышу. Да нет, у нас просто, я говорю, звук отстает, звук. Да, дальше продолжайте. Ну что там? А, ну, соответственно, что, да, то, что Роман пошел обжаловать алименты в апелляционную инстанцию, и на этой стадии уже к вам присоединились мы. То есть мы уже с вами были только в апелляции по этому делу. Когда уже суд перешел к рассмотрению по первой инстанции, фактически уже тем самым отменив то решение первое. Вот. И в этой же апелляционной инстанции, поскольку она перешла к рассмотрению по правилам первой инстанции, было заявлено встречное исковое заявление о взыскании алиментов на Андрея. Ну, то самое, которое вот меня очень удивило. Понятно. Я тут еще хотела рассказать, помните, мы же обсуждали, давайте мы слушателям расскажем, почему мы не пошли взыскивать элементы по прожиточному минимуму в Словении. Помните? Угу. Вот. Итак, помните, вы нам узнали, что прожиточный минимум в Словении очень близок к той сумме, которая была установлена. Я сейчас не помню, но по тому курсу, который у нас был до увеличения алиментов, практически то на то и выходило. То есть прожиточный минимум в Словении на тот момент был равен полутора прожиточным минимумам в Калуге. Как ни странно. Мы по этой причине отказались от идеи взыскивать по Словении. Но мы по-прежнему могли показать все ваши расходы и взыскивать, вот показать просто все расходы на детей и требовать половину, исходя из этого. Но поскольку вы все документы, подтверждающие ваши расходы, могли предоставить только на иностранном языке, скажите кто-нибудь, пожалуйста, меня слышно? Да, я слышу. Раз уж я рассказываю. Я слышу, слышу. А, хорошо, да. То есть поскольку все ваши документы были бы предоставлены на иностранном языке, надо было бы делать перевод и заверять этот перевод нотариально. Значит, заверение нотариального перевода стоит сам перевод 1800 рублей в среднем по Москве за субъект, заверение одной страницы. То есть я думаю, Свет, вы бы только за договор найма квартиры заплатили бы тысяч двадцать. Представляете, за перевод вместе с заверением. Знаете, тысяча знаков 1800 рублей. Вот, соответственно, это только лишь договор, чтобы показать ваш самый главный, вот самую главную трату вашу, самую большую. Также надо было показывать все ваши договоры, по которым дети ходят на платные кружки, секс и прочее, платежки по этим всем занятиям, ну и желательно платежки по квартире. А вы сказали, что у вас хозяин не любит давать расписки, получая деньги за квартиру, и мы понимали, что мы здесь встанем в тупик, а если мы все-таки что-то получим, то мы разорим вас на переводах. То есть Свет сказала, что все, мы дополнительно нанести расходы не будем, оставляем все как есть. По этой причине мы пошли без возможности взыскивать по фактическим тратам, которые Света несет в Словении, и не трогая уже прожиточный минимум по Словении. Вот. По этой причине вот, ну, дорого стоит обеспечить доказательствами свои фактические траты. когда представитель живет в другой стране. Я удивляюсь, если у них такая пачка была на суде этих всех распечаток, это сколько же они времени потратили, чтобы это все собирать, всю информацию. Они изучили все, наверное, средства массовой информации. Свет, вы знаете, мне же все то время, которое мы работаем с вами, и которое, я пишу какие-то посты по вашей теме, мне же все время говорят, ну, давайте, давайте, мы все ваши там высказывания, скрины сохранили, все. Ну, то есть, там также есть те, кому это интересно, и кто сохраняет скрины. Я все жду, когда же вот ко мне повестка-то в суд придет. Зачем надо так долго обещать судиться с блогерами, вместо того, чтобы уже написать тиск и подать. Ну, видимо, я не поняла, не знаю, как сказать, обещать не значит жениться. Когда он зачитал, когда он зачитал, хотел, чтобы вас удалили из этого, из суда, чтобы на это ответил судья. Сказали, что не предусмотрен законом отвод представителя. Да уж. Ну, то есть, нельзя в суде просить того, чего тебе не полагается. А про свекровь еще? То есть, представители, но это все равно, что, понимаете, там заявили в низкую путь и... Да, подвисла. Да, связь не очень хорошая. А то есть, о свекрови, они сразу, да, сказали, вы не можете здесь присутствовать, потому что у вас нет юридического образования? Или как? Или они попросили, сказали, предоставьте нам диплом юридический. Да, именно так. Она подала паспорт, доверенность, как всегда, мы это делаем в процессе. Ей говорят, а диплом? Диплома нет. Ну, тогда ей возвращают эти документы, говорят, что тогда вы просто присутствуете как слушатель. Без возможности выступать. Было бы, конечно, было бы весело, если один такой чушь нес, чтобы она там говорила бы. Я думаю, что в этом случае процесс длился бы пять часов, потому что слушали бы, очень корректно слушали, не пропевая три судьи, вот, то есть в Москве в апелляции слова не дают сказать, там надо максимально сжато уместить в минуту сто слов, а здесь слушали, слушали. Говорят, вы как-то так не отнимаете у нас время, ему говорят, у нас все-таки несколько процессов в день. То есть в Москве несколько процессов в десять минут, а там вот действительно несколько процессов в день, видимо, поэтому они могут себе позволить. На самом деле они там ведут себя именно так, как должны вести себя судьи, вникая во все подробности. Вот, ну, даже вникая во все подробности, судьи внесли вот такое решение относительно кипы бумаг там с непонятно что свидетельствующими скриншотами и относительно отвода представителя. А что еще потом сказал Василий по поводу раздела имущества? Он что-то лягнул? Давайте несколько раз он говорил, значит, мы говорили о компании Романа и Мед, которая в 20-м году заработала, там, в обороте был 31 миллион, а чистая прибыль, по-моему, 17. Мы предоставили распечатки из открытых источников, вот у нас Аня по этой теме, по коммерческим предприятиям, она это все разъясняла. И это как раз высокая прибыль была в 20-м году. И, ну, там что-то Василий Васильевич говорил о том, что это какие-то несерьезные бумаги, на что Аня говорит, ну, извините, это вообще-то с двух ресурсов общедоступных взята информация, которая дублирует одна другую вплоть до последней цифры. Один из них это государственный ресурс бухгалтерской отчетности, второй там тоже контурфокус. Это тоже общедоступный ресурс для проверки контрагентов. Таким образом, очень смешно говорить о том, что это могут быть даже чисто теоретически подделанные документы, ну, хорошо, пожалуйста, открывай, сверяй. Другое дело, что к этой информации нужен доступ оплаченный. Вот. Значит, ну, и он много раз повторил, раза три повторил, наверное, для передачи вам, что будет обязательно раздел имущества, потому что на этой компании висит долг, и он будет с вами этот долг делить. Ну, это мы спросим у Ани, что-то там у нас специалист по бухгалтерии предприятия, что-то там в долгах компании не видно этого долга, но если даже он есть, мы же с вами понимаем, что он взят не в период вашей семейной жизни. Я предлагаю потом это сделать... В период, когда вся страна уже знала о фактически... Сане, я предлагаю эфир сделать потом отдельный, когда будет связь получше, а то они на улице, потому что это очень интересно тоже послушать. Да, про это... Значит, они, то есть, хотят повесить на меня еще и долг, да? А он есть вообще, этот долг? Я не уверена, что они хотят. Это просто много раз прозвучало, чтобы как-то отмыть то обстоятельство, что компания зарабатывала очень хорошо всего лишь там в позапрошлом году. А мне кажется, они просто запугивают этим долгом, чтобы мы... То есть, понятно же, что если сейчас... Прежде чем идти делить фирму, точно так же вы из открытых источников получите информацию о бухгалтерской отчетности. Если там висит долг, смотреть, что за долг. Если его нет, значит, его нет. Просто они, видимо, об этом не знают. Вот так, а что-то я еще... А, вот, смотрите, пишут про долг. О чем не знают? Что открытая информация о долгах, о бухгалтерской отчетности, возможно, не знают, да? То есть, он, по крайней мере, говорил, что мне непонятно, что это за бумажки. Вы показываете эти распечатки с двух ресурсов. Так, дом. Про домчика. Так, про... Ну, то есть, это несколько раз прозвучило, на мой взгляд, для того, чтобы показать суду, что нет-нет-нет, это не прибыльная компания, это убыточная компания. Об истинном доходе Романа Александровича мы предоставили его 2 НДФЛ, там 4 тысячи рублей. О доме. Вот, смотрите, нам многие задают, и вам, и нам, а делить дом будете? Я еще раз это поясню. У вас дом уже разделен, он уже оформлен в долях. В общем-то, вы можете делить этот дом, подать исковое заявление, о реальном разделе дома и прекратить долевую собственность, например, с Романом, ну, и, например, с Андреем, да, если уж так говорить, чтобы даже было как-то более разумно поделить этот дом. Но для этого, в общем-то, довольно дорогостоящий процесс, потому что нужно заказывать проект этого раздела, и проект ведь раздела не только дома, в каком месте поставить стену и прорубить двери и окна, а нужно еще проект раздела коммуникаций. И это требует больших согласований, там, привлечения соответствующих организаций, а потом нужно же еще физически разделить этот дом, чтобы вам свою долю закрыть на ключ или сдавать ее кому-то, или продать ее отдельно уже, как самостоятельный объект, а не как долю дома. То есть это, в общем-то, это возможно, это воплотимо, но это требует больших вложений. Ой, да, то есть получается у вас... А, знаете, кто еще прозвучало там? Да, да, говорите, говорите. Говорите, говорите, что? Нет, что там прозвучало? Я говорю, что аудио есть, да, и мы можем... Аудио есть, и мы можем эти нарезки потом потихонечку послушать, да? А это надо запросить. Аудиопротокол можно запросить через портал «Газправосудие», да, его, кстати, и вы можете запросить. У вас же есть госуслуги, да, там авторизация через госуслуги. Да. И заходить в карточку дела и запрашивать протокол. Единственное, не исключено, что они его по почте не высылают. Скорую точку, подождите. Вот. Ну, прости, пожалуйста, киска. Вот. И возможно, что нужно будет, опять же, кого-то попросить статиста о предоставлении нам аудиопротокола, чтобы кто-то, кто там поближе в Калуге пришел туда с флешкой. А, подождите, в Калуге. Из Калуги это вернется в Обнинск, и мы с вами знаем, кого мы попросим в Обнинске сходить с флешкой, чтобы сбросили аудиопротокол на флешку. Вот, кстати. Да, значит, помощница в Обнинске. Мария, спасибо вам, кстати, большое за содействие с приступом. Вот. А, смотрите, мне пишут, звук долго доходит до меня, и получается, как будто все все время друг друга перебивают. Надо же. А мне кажется, что у Света звук долго идет. Вот, смотрите, спрашивают свою долю в доме можно сдать. Только чисто теоретически и нелегально. Формально нельзя, потому что сдавать в найм жилье можно только в согласии всех собственников. Ну, вот, пишут мне, возьмите диск в суде. Ну, это не диск, это надо прийти туда с флешкой. Так, значит, что касается дома, я сказала, да, сейчас. А, значит, Василий Васильевич, убеждая суд в том, что это убыточная компания и мед, которая ничего не зарабатывает, говорит о том, что это маленькая, в общем, компания, даже зарегистрированная в маленькой квартире в Обнинске, на что мы напомнили, что, во-первых, закон не запрещает регистрировать компанию юридический адрес по месту жительства одного из учредителей, а потом добавила ника, говорит, это не имеет правового значения, но это имеет человеческое значение, что маленькая квартира это, на самом деле, трехкомнатная квартира, откуда сняли из регистрационного учета и истца, и ее детей, в то время, как родители ответчика проживают в их собственном доме. Ну, то есть, вот, хорошо она объяснила эту ситуацию, ну, там что-то там, свекровь ваша металломолния, но бессмысленно нас разделяла трибуна. Они получают квартиру они еще не продали? Вот. Так. Видимо, нет. Думаю, что квартиру не продали, потому что прозвучало там, что нет-нет, их никто не выписал, они не выписаны, ну, там это не имело значения, можно было бы сказать, что вы просто не сходили в МФЦ выписать, а решение суда-то вступило в силу. Вот. Поэтому, ну, судьи их также прервали и сказали, что, ну, это не имеет значения, все, хватит об этом. Так, ну, вот тут спрашивают, романа долг не повесят на свету? Это хороший вопрос. Если долг появился бывший, но тогда надо будет доказать, что деньги, которые получены по этому кредиту или по этому долговому обязательству, были потрачены на нужды семьи. А поскольку довольно много существует неопровержимых доказательств того, что Роман последний раз видел свету в начале 20-го года, то все после этого взятые кредиты очень трудно будет повесить на свету. Вот на супругу Романа это нужно будет при его желании повесить. Видимо, это то, что сейчас делает Цакович в суде. Мы не знаем, но похоже на то. Да, но я думаю, можно закругляться, потому что как-то у нас связь плохая, а мы следующий эфир, не знаю, может быть, завтра надо сделать нам с Аней вот по поводу фирмы. Интересно, вот это там, что еще вот этого дома и всего-всего вот то, что касаемо вот этого. Потому что у нас как-то сегодня подвисает. Я сейчас перенесу туда на YouTube. Там посмотрят. Не знаю, как будет там слышно. Подвисавы. Да, Ольга, спасибо большое. Не знаю, я не уверена, что мы расстаемся с такими нашими героями. Я думаю, какие-то еще будут. выхлопы. Давайте с вами обсудим, чтобы в следующий раз мы попробовали сделать эфир ВКонтакте, потому что YouTube сейчас тоже нет смысла развивать, нам же и его грозятся заблокировать. Мне кажется, у нас нет другого выхода, кроме как развивать ВКонтакте, Свет. Ну, значит, там сделаем эфир, потому что здесь висит что-то у нас. нет, мы сейчас не можем Нику, потому что у нас заканчивается и сейчас может, тогда в следующий раз мы ее надо туда переходить потихоньку. Так, может быть, завтра сделаем с Никой. Как раз о разделе фирмы об этом еще раз подробненько поговорим. Да, 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 и всех интересует свекровь, которую, которую видела Ника. Да, ну все тогда, Ольга, давайте расстаемся, спасибо большое, я сохраню эфир, пишите комментарии, задавайте вопросы. Спасибо вам, да, спасибо, я поздравляю в другом случае, Свет. В смысле, повеселили вы нас, повеселили вы нас сегодня. Я вас поздравляю с переездом, как хорошо, что вы на океане. Вот, все, я совершенно вас уже не слышу, спасибо всем слушателям, спасибо, Света. все, давайте, все тогда, счастливо, прощаемся, да?